Расчёт кокетки для топика. Сейчас я по схеме вязания этого топика хочу рассказать как я рассчитывала свой топик и как рассчитать вам. Я отталкивалась от того что у меня вот эта вот ширина 90 сантиметров. Вернее не ширина, а объем. Вот смотрите мой узор он к низу не расширяется, поэтому я должна была выйти на объем бедер, что он у меня довольно длинный и поэтому я здесь ориентировалась на объем бедер. Если у вас рисунок выбран который можно расширить, вы можете ориентироваться на объем груди, то есть начать вязать кокетку. Вот эта вот часть объем груди у вас будет. Это половина спинки и половина переда. Если взять перед и спинку в сумме, допустим у вас объем груди. И если может расширяться, то нам этот вот размер уже не так важен. Они могут не равняться. А если у нас как вот здесь вот на схеме и как у меня равняются и длинный топ будет, то есть до бедер, то нужно ориентироваться на размер бедер. Если вяжете короткий топик, то можно ориентироваться на размер груди. Я надеюсь вы поняли, в чем я говорила так немножко запутанно. И вот здесь вот у нас еще подрезы для рукавов. Здесь тоже определяйте сами, сколько вы возьмете. Здесь вот по 5 сантиметров с каждой стороны, вот со стороны спинки на одном рукаве и со стороны переда тоже на одном рукаве по 5 сантиметров. И всего получится здесь 5 до 5-10 и с другой стороны 10. Но я брала для себя по 2,5 вот здесь, по 2,5 со стороны спинки. То есть и поэтому у меня общий размер был объем бедер 90 сантиметров и я отняла 10 сантиметров на вот эти подрезы. То есть 90 отняла 10 будет 80. И в результате вот эта вот глина, вот эта половинка, если полностью взять, у меня получилось 40 сантиметров. Кокетка вяжется, она не по кругу, а вяжется сначала я начала со спинки, то есть вот здесь вот должно быть 40 сантиметров и вязала вверх. Потом я не стала вязать раздельными частями и сшивать, а начала вязать перед сразу. Но вы это все увидите. И затем, когда кокетка была связана, я здесь добавила петельки и начала уже вязать нижнюю часть. Я надеюсь, что объяснила понятно.